Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну что ж, вам понравился данный формат и почему бы его не продолжить? Давайте сегодня с вами рассмотрим евро-доллар, рассмотрим иену, биткоин, золото и также вы просили рассмотреть, многое количество людей просило рассмотреть VTI и SP500. Я не знаю, почему вы любите данные инструменты, они невероятно сильно волатильны, на мой взгляд, торговать на них достаточно сложно, но все равно рассмотрим. Итак, давайте посмотрим с вами евро, как в общем-то и планировали. Конечно, не дошли мы до верхней границы, чтобы откатить, собственно говоря, до низа, но, тем не менее, дошли до определенных ключевых точек, не смогли сразу пробить эти ключевые точки и видим, что сейчас рынок находится в такой достаточно мощной, собственно говоря, пиле. Давайте перейдем с вами на дневки, посмотрим, что там у нас на дневках. Продолжается у нас на дневках нисходящий тренд, нисходящая тенденция и это, конечно же, в какой-то мере радует, поскольку это более-менее известный параметр. Переходим на 4 часа, обращая внимание, что вы стали находиться в таком достаточно серьезном флете. Почему серьезно? Потому что все разворота в основном в рынке, они в основном случаются через флетовые консолидации. Что сейчас и происходит. То есть, с одной стороны, рынок зажат определенным продавцом данного актива, который не пускает его, и, с другой стороны, рынок зажат непосредственно покупателем, который также не пускает рынок вниз. Ну вот сейчас происходит конкуренция сил. Это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо. Давайте начнем, собственно говоря, с вами с того, что немножко подкорректируем наши уровни. И сверху хочется сделать даже не уровень, а вот такую ценовую область. В этой ценовой области мы не будем принимать какие-то ключевые решения, не будем там выставлять отложенные ордера, тем не менее, мы будем там искать сигналы на продажу. Почему такая большая область? Поскольку, если вы обратите внимание, данный флет имеет хоть и более-менее четкие границы, тем не менее, они достаточно размашистые. И, как следствие, если мы будем здесь заходить в касание, скорее всего, нас будут выбивать по стоп-приказу, а нам это, естественно, не нужно. Поэтому выставляем такую большую зону. Пусть потеряем немного пунктов, но, тем не менее, сможем себя подстраховать от каких-то стоп-приказов. Также немножко эту зону можем немножко расширить, этот уровень. Значит, в чем разница между уровнями и зонами? Вот как вы считаете? На самом деле, разницы нет никакой. Либо уровни человек использует, либо зоны. Но, если мы находимся, например, в какой-нибудь зоне, мы не принимаем там ключевых решений, мы просто ожидаем, что будет делать рынок. На данный момент, по-прежнему, еще раз говорю, находимся во флете. И наша торговая стратегия примерно сводится к следующему. Это торговля от границ данного флета. Это потрясающе. То есть, мы будем торговаться вот так. Здесь также, если обратите внимание, у нас есть ценовая область 1.10.201. И рынок, если обратите внимание, вокруг него постоянно пляжет. И делает довольно-таки неплохие отскоки. Как следствие, мы тоже можем это использовать в своей торговле. Что это означает? Если рынок отбивается от нижней границы данного флета, подходит наверх, идет в сторону верха. Ну, пропустили вот здесь вход. Бывает, да. Вы можете дождаться, например, небольшого отката в эту область. И здесь уже приобрести данный инструмент с последующим удержанием до сюда. Следующий момент. Нужно также понимать, что тренд флет, прошу прощения, этот глобальный, он уже стал более-менее очевидный. И если что-то становится более-менее очевидно в рынке, как правило, рынок после этого меняется. Сейчас всем очевидно, в том числе и мне, и вам, что мы сейчас находимся во флете. Как следствие, высока вероятность, что рынок с этого флета непосредственно выйдет. Но пока подобного не случилось, пользуемся этим моментом и продолжаем торговать, собственно говоря, в этом флете. Но если рынок пробьет данный флет, сделает к нему откат и пойдет выше, то вот в этих точках мы, разумеется, будем искать сигналы на покупку этого инструмента. То же самое и наоборот. Причем в данном конкретном случае нам приоритетнее все-таки искать моменты для продажи, поскольку рынок глобально находится непосредственно в невсходящем тренде. Поэтому мы с огромной осторожностью будем покупать, если рынок пробьет данную границу и пойдет вверх. Очень-очень осторожно будем покупать. И с большей охотой все-таки будем продавать, если рынок пробьет данную флотовую область. Что имеется в виду с охотой, неохотой и так далее? Но если рынок пробьет данную область, даст к ней откат, зайдите в рынок в покупки, если хотите покупать, но зайдите небольшим объемом. Так, чтобы в случае чего, если рынок развернулся, вы на этом много не потеряли. Но с большей охотой продавайте, поскольку рынок сейчас до сих пор, еще раз говорю, на дневках находится в нисходящем движении. Ключевые области, до которых мы можем дойти в ходе пробоя верхней границы и нижней границы флета, они не изменились. Это, соответственно, в случае покупок 1.11039 и 1.110202. Попытаемся до туда поймать, собственно говоря, цену, если она уйдет наверх. А в случае с продажами это 1.09337 и 1.09309. В общем-то, такой анализ достаточно слабенький евро-доллара. Ну, потому что сейчас рынок находится в такой достаточно серьезной пиле. Причем, вот обратите внимание, если вы здесь имеете, так скажем, глаза, если вы обратите внимание, здесь у нас рынок достаточно хорошо, собственно говоря, удерживается на данном уровне, можно так сказать, на данной зоне. Здесь явно засел какой-то крупный продавец актива. И более того, если вы обратите внимание, как только мы туда подходим, у нас выстреливает объем, хоть он здесь и тиковый, но это один из показателей того, что там явно кто-то засел. Более того, обратите внимание на вот это сильно нисходящее движение, которое, конечно же, сформировано новостными параметрами, но, тем не менее, оно все равно происходит от нашей непосредственно области. Также мы видим, вот здесь появляются такие тени свечей, что явно показывает на то, что рынок банально кто-то сверху сдерживает. И здесь легко привести аналогию с неким мячом. Вот представьте, что мяч куда-то кидают, и рынок просто, ну, вот этот мяч, он ударяется об стену лимитных ордеров, ну, можно сказать, да, и после этого отпрыгивает. Это один из показателей, что там кто-то явно сильный, очень сильный продавец находится, и пока его не раскупят, рынок, конечно же, наверх не уйдет. Чтобы меня, знаете, здесь есть еще такая вероятность, поскольку там находится сильный продавец актива, что рынок начнет уходить вот в такой треугольник. И если случится подобный треугольник, надо уже будет делать новый анализ, но не хотелось бы, чтобы рынок находился в треугольнике, поскольку, с одной стороны, он вам не даст торговать непосредственно вот в этом красивом флете, а с другой стороны, он не будет, так скажем, двигаться выше вот этих областей. Не хотелось бы, чтобы был треугольник, но, тем не менее, такая вероятность присутствует. В общем, пока торгуем в неком флете и ожидаем пробоя. Приходим к следующему инструменту, это у нас, конечно же, иена. Как, в общем, Артем Звездин ванговал, рынок ушел в некое флетовое накопление с последующим, собственно говоря, разворотом. Причем, обратите внимание, как четко мы ударились об непосредственно уровень, который якобы говорят, что на Форексе не работает. Все работает, просто нужно уметь это делать, нужны прямые руки, так скажем. Давайте посмотрим 4 часа. 4 часа сейчас находимся в неком флетовом коридоре после длительного затяжного бычьего тренда, причем достаточно серьезного бычьего тренда. И мы сейчас находимся в неком флетовом накоплении. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, еще лучше. И давайте теперь перейдем на часовик и посмотрим, что у нас на часовике. Обратите внимание, как мы резко стали сильно падать, причем на повышенных объемах. Я бы не стал радоваться и не говорил бы о том, что мы имеем прям вот истинный пробой в последней, собственно говоря, инстанции. Дело в том, что когда подобный инструмент подобное делает, да, и резко сильно падает на повышенном объеме, это не есть хорошо. Было бы здорово, если бы объемы потихонечку-потихонечку увеличились, они здесь имеют именно форму некой вспышки. Это достаточно дурной признак, и вполне вероятно, что мы останемся в этом флетовом накоплении и продолжим дальше пилить. Более того, меня смущает, собственно говоря, вот этот гэп, вот этот гэп, который мы здесь имеем. Гэп, конечно же, закрылся. Но обратите внимание, что мы имеем удар четко в нашу область, которую разметили до того, как. И имеем некое отторжение цен в виде подобного хвоста, в виде подобной тени. Причем тени на достаточно серьезном объеме. Некоторые трейдеры в СА анализе, это называется тест предложения в данном конкретном случае, обычно указывает на то, что рынок идет наверх, накопит определенные силы, и дальше происходит пробой. Что у нас и случилось. Рынок открылся с положительным гэпом, и это явно свидетельствует о том, что, скорее всего, данную область будем все-таки удерживать и в дальнейшем уйдем наверх. Значит, какие здесь вероятные сценарии дальнейшего движения присутствуют? Понятное дело, что гэп всегда имеет свойство закрыться. Тем не менее, мы имеем некоторую вероятность дальнейшего ухода наверх. Опять-таки, что рынок будет находиться в некой пиле, дальше накопит определенные силы и начнет разворачиваться. Если рынок пробьет область 107.658, после этого откатит к ней, вот здесь будем принимать торговые решения на дальнейшую продажу. Ближайшая цель у нас 107.172 или ниже, в районе 106.657, также попытаемся поймать данный инструмент. Если рынок дальше будет находиться во флетовом накоплении, все-таки старайтесь не торговать в нем, поскольку, как вы видите, здесь у нас есть четкие такие выносы достаточно. Вот здесь есть вынос, вот здесь есть вынос и той и другой стороны, и поэтому будьте в этом флете предельно осторожны. Если пробиваем область 108.454, все-таки попытайтесь также остаться вне рынка, поскольку верхи очень сильно защищаются. Защищаются достаточно серьезно, и мы вполне вероятно будем находиться вот в этой области. И я думаю, что выше 108.829 не поднимемся, но опять же, если пробьем ее, пробьем эту область, нужно будет сделать немножко новый анализ. Пока имеем то, что имеем. Итак, еще раз немножко повторю. Если пробьем еще раз, закроем сейчас положительный гэп, пробьем 107.658, откатим к этой области с обратной стороны, будем принимать решение, чтобы продавать до уровня 106.657 и до уровня 107.172. Просто будем прикрывать, часть здесь прикроем, часть здесь прикроем. И постараемся все-таки дождаться еще ниже, но вряд ли, вряд ли. Если рынок пробьет уровень 108.459, постараемся наоборот не находиться в рынке, посмотрим, что рынок будет делать дальше. И очень опасаемся флетового накопления вот здесь. Если рынок начнет находиться во флете, постараемся в нем не торговать. Слишком опасная штука. Перейдем к дальнейшему инструменту, это конечно же биткоин. Переходим непосредственно к биткоину. В общем, довольно-таки неплохо отработался наш анализ. Сейчас, коротко напомню, что рекомендовалось непосредственно продавать от данного инструмента, прикрыть часть вот здесь и прикрыть часть вот здесь. Что, собственно говоря, достаточно хорошо у нас и произошло. Но я также произносил фразу с особой осторожностью, то есть дожидаясь некого замедления и так далее. Что у нас опять-таки и произошло. На данный момент, как мы видим, все уровни эти остались по-прежнему достаточно сильны. И по-прежнему, в принципе, них даже не имеет смысла корректировать. Но, в принципе, вот этот уровень я бы мог перенести вот сюда. Это будет более-менее грамотно и более-менее корректно. Как видите, наверх мы все-таки не пошли. И я думаю, что в ближайшее время не пойдем. Поскольку, если вы обратите внимание и посмотрите четырехчасовые графики, здесь образуется что-то вроде некого такого глобального, очень-очень глобального треугольника. То есть, вот какой-то такой треугольник у нас образовался. Дело не в треугольнике, дело не в фигуре. Дело в том, что у нас тут, по всей вероятности, засел очень крупный покупатель данного инструмента. И каждый раз, когда мы подходим к этой области, вот здесь у нас происходит некое отвержение уровня. Каждый раз у нас происходит некоторый отскок. Это явно свидетельствует о крупной позиции крупного игрока. И, безусловно, это говорит о том, что пока мы его не разберем, вниз мы двигаться не будем. Тем не менее, рынок двигается вокруг некого диапазона 10 тысяч, и он ходит и вверх, и вниз. И, в общем-то, этим можно довольно-таки неплохо пользоваться. Какие будут некоторые торговые рекомендации на следующую, собственно говоря, неделю? Достаточно простые, достаточно элементарные. Здесь примерно действуем в рамках вот этого глобального-глобального треугольника и в рамках этого глобального флета. Рынок у нас нарисовал несколько диапазонов. Он нарисовал диапазон 10.224 между уровнями 10.224 и 98.32. Так вот, вполне вероятно, что рынок дальше продолжит находиться в пиле между этих уровней, и мы этим воспользуемся. Постараемся купить в районе 98.32 в этом районе, если рынок у нас откатит наверх, сделать здесь небольшое замедление, как вот здесь. Мы постараемся здесь купить с расчетом удержания позиции до уровня 10.224. Понятное дело, что часть мы прикроем позиции вот здесь, и часть прикроем позиции вот здесь. В случае, если рынок пробьет данную область, например, и закрепится ниже, то есть, делать не откат, сделать вот подобное замедление, ждем волатильного движения еще ниже до уровня ближайшего. Сейчас я вам скажу, какой здесь уровень будет ближайший. До уровня примерно где-то 97.41. Это ближайший уровень, а если говорить по правде, то до уровня примерно 9.500. То есть, до вот этих областей мы ожидаем дальнейшего движения вниз. В случае, если рынок пойдет все-таки наверх, немножко уровень передвинул, прошу прощения. Если рынок пробьет верхний уровень 10.411, то постараемся встретить данный инструмент. Купим его, разумеется, постараемся его встретить где-то примерно на уровне 10.717. Ну, я думаю, что в процессе недели мы до этой области не дойдем. Опять-таки, здесь достаточно мощный также продавец данного инструмента сидит, но его легче будет разобрать, на мой взгляд, нежели вот этого покупателя. Пока на рынке есть флетовое накопление, такое достаточно массивное, глобальное. Пользуемся этим моментом и, соответственно, покупаем от нижней границы, продаем от верхней границы. Все, на самом деле, просто в этом плане. Ну и коротко напомню, что, если вы обратите внимание, еще раз, где-то примерно с июня месяца мы купим достаточно сильную такую позицию. Рынок находится в неком флетовом накоплении. Образуется здесь всеми любимый треугольник. И, разумеется, рано или поздно это аукнется. И аукнется тем, что рынок куда-то сделает достаточно сильное волатильное движение, чем, опять-таки, послевает большинство трейдеров, которые заложили свои квартиры. Ну, в общем, классика, классика жанра. Но, тем не менее, вот пока торгуем в рамках вот этих вот непосредственно уровней. Приходим к следующему инструменту. Это у нас, соответственно, золото. Переходим к золоту. Как и планировалось, рынок продолжил свое флетовое накопление. И четко он ходил вокруг наших ценовых областей, ценовых уровней. Здесь была шикарнейшая возможность для покупки и для продажи. Причем, обратите внимание, рынок пробил нашу флетовую область. И вот в ближайшие несколько дней они будут ключевые для данного инструмента, на мой взгляд. Опять-таки, здесь, если мы обратим внимание, давайте я перейду на 4 часа и не посмотрим. Рынок находится еще и в глобальном флете. То есть, у нас своего рода флет во флете, и можно сказать, что флетом и погоняет. Здесь есть ближайшая цель 15-23-75. Вполне вероятно, можем до туда дойти, но нужно понимать одну простую вещь. Дело в том, что вот последний пробой данной флетовой области, он мало того, что произошел волатильный, он еще произошел на достаточно неплохом объеме. Более того, если мы обратим внимание, рынок еще не дал некого ретеста непосредственно вниз. И, безусловно, это может свидетельствовать о том, что мы имеем такой ложный достаточно вынос. Что бы я вам здесь порекомендовал? Ну, во-первых, данные ценовые области, они все остаются. Мы их корректировать не будем. Они достаточно неплохо себя показали. Более того, они остаются и будут, в принципе, и в дальнейшем работать. Мы здесь постараемся все-таки немножко прикупить данный инструмент, дождемся небольшого отката к этой области, подождем некого замедления и постараемся немножко купить до уровня 15-23-75. Причем я бы даже скинул свою позицию немножко раньше, то есть на уровне 15-21-20. То есть не доходя до определенной области, не доходя до определенного уровня. Если мы обратим внимание, у нас каждый раз цена немного не доходила до этого уровня. Более того, у нас здесь достаточно сильный продавец инструмента засел. Если вы обратите внимание, как рынок с огромным-огромным трудом идет наверх, и как он лихо достаточно падает, здесь упал, здесь упал, здесь упал. Это все свидетельствует о достаточно мощном непосредственно продавце, который засел в данном инструменте. И пока его не разберут, а его, по всей видимости, просто так явно не разберут, мы, разумеется, будем иметь такую склонность непосредственно к продажам. Поэтому, если будете покупать, покупайте достаточно осторожно с этих областей, вот где-то в этих точках, до уровня 15-21-20. Прикройте здесь большую часть позиций, но немножко оставьте в рынке, с тем расчетом, что можем двинуться еще дальше, примерно в область 15-34-83. Давайте я поставлю эту область непосредственно здесь на графике. Следующий момент. Если рынок дальше зайдет во флэтовую область, мы будем дальше продолжать, что рынок начнет вот здесь, в этой области пилить. Но если мы имеем все-таки ложный пробой, а есть такая вероятность, достаточно серьезная, что мы имеем ложный пробой, после того, как рынок немножко попилит в этой области, он вполне может пробить нижнюю область и пойти ниже. Здесь еще такой немаловажный момент. Опять-таки, флэт стал всем очевиден, всем стало понятно, что мы имеем дело с флэтом и на этом можно заработать. Как следствие, рынок может из этого флэта выходить, чем сносить стопы непосредственно и одним, и вторым, что он уже по большому счету и делает, если обратите внимание на данные тени и на данные тени свечей, которые явно свидетельствуют о том, что у нас стопят и одну сторону, и другую сторону. Тем самым накапливается определенная позиция, как мне кажется, для последующей продажи. Но, опять-таки, время покажется, не хочется здесь загадывать. В общем и в целом, здесь стратегия только одна. Стратегия работы во флэте. Пробили флэтовую область, дожидаемся непосредственно отката к этой флэтовой области, встаем в сторону пробоя. Если на откате у нас не происходит никакого сигнала в виде замедления, может быть, хвоста свечей, может быть, еще чего-нибудь большого повышенного объема, то есть любого сигнального паттерна, который у вас есть, может быть, пин-бара, еще что-нибудь. Главное, чтобы там было некое замедление, и рынок сжался до определенной пружины, как я это называю. То есть рынок сжимается до некого небольшого диапазона, а потом выстреливает вновь в сторону пробоя. Пока подобного не произошло, все-таки ожидаем некого флэтового дальнейшего движения. Вы еще просили сделать вам анализ VTI и SP500. Давайте сделаем. Конечно же, мы с вами сейчас сделаем анализ VTI и SP500, но нужно понимать, дамы и господа, это достаточно волатильные инструменты. Я абсолютно не понимаю, что большинство тянет торговать волатильные инструменты. Как по мне, знаете, лучше меньше заработать, но качественнее. И поэтому каждый решает сам для себя, что ему лучше. Кто-то преследует максимальную доходность, кто-то преследует минимизацию риска. Я вот отношусь ко второму типу людей, которых интересует минимизация своих рисков. В общем-то, каждый действует по-своему. Как мы видим, здесь у нас образовался достаточно мощный гэп, который связан, понятное дело, с новостными событиями. Здесь Артем Деев вам уже, в принципе, все рассказал, что у нас произошла атака дронов и так далее, и так далее. Но, тем не менее, здесь мы имеем такую картину, что рынок сейчас стремится вниз. Дело в том, что, во-первых, и новостные параметры об этом свидетельствуют. Более того, нужно же понимать, что на этом гэпе кто-то заработал. И, безусловно, тот, кто заработал, он хочет прикрыть свои позиции, он хочет забрать свою прибыль. Не нужно быть глупыми людьми, понимаете? Все вот эти вот новостные параметры, они все достаточно манипулятивны. Я более чем уверен, что тот, кто собирался атаковать непосредственно Саудовскую Аравию с дронов, они 100% сделали достаточно хорошие деньги на данном движении. Это нужно быть очень глупым человеком, чтобы это не сделать. Во всяком случае, их близкие и друзья, я думаю, почки продали, чтобы вложить непосредственно в данный инструмент. Им нужно забрать непосредственно свою прибыль. Для чего? Ну, как минимум, чтобы почку купить. Но, если говорить серьезно, мы видим, что большую часть пофиксировали. Следующий момент. Давайте мы наложим на данный инструмент непосредственно сетку и посмотрим, где у нас 50%. 50% у нас находится вот здесь. Давайте я перенесу сюда уровень. И здесь мы имеем такую картину. Думаю, что большую часть зафиксировали своих позиций. Об этом свидетельствует и наличие объема достаточно большого на вот этом движении. Следующий момент. Здесь есть у нас некое вот такое накопление. Причем, обратите внимание, что накопление происходит практически без объема. Мы имеем также вот это волатильное движение достаточно серьезно, что явно свидетельствует о неких сбросах позиций и неинтересе покупателей и продавцов покупать данный инструмент, неинтересе инвесторов покупать данный инструмент. Более того, рынок мало того, что откатил вниз, он еще и стал здесь накапливать достаточно большую позицию по объемам. Также у нас здесь наращиваются объемы. Если вы обратите внимание, достаточно серьезные. Следующий момент. Мы имеем некие уровни поджать. То есть у нас рынок доходит до этой точки, он сжимается. Он просто сжимается. Это явно свидетельствует о том, что здесь вот точно кто-то засел. Достаточно мощный непосредственно покупатель инструмента. И пока его не разберем, цена вниз не двинется. Но все-таки я думаю, что мы его разберем, поскольку рынку не на чем расти. То есть пока нет никакого серьезного накопления, на чем рынок в принципе мог бы до дальнейшем вырасти. Я все-таки здесь ожидаю следующего движения. Мы можем немножко попилить и ходить в неком вот таком диапазоне. То есть продолжить непосредственно находиться в неком достаточно узком для данного инструмента флете. Давайте я выделю немножко другим цветом. И все-таки я ожидаю дальнейшего движения вниз, то есть пробоя данной нижней области и похода к уровню 56.79. Более того, мы по-любому закроем рано или поздно вот этот гэп. Мы его должны закрыть. Гэпы, как правило, все закрываются. И если мы все-таки пробьем область 5808, закрепимся ниже и начнем откатывать вниз, скорее всего пробьем и уровень 56.79 и будем стараться доходить до уровня 54.69. Назло всем тем людям, кто продали почку и решили, собственно говоря, заработать на достаточно новостном событии. Именно по этой причине, если рынок пробивает данную область, закрепится ниже, встаем в позицию продажи, понятное дело, и прикрываем часть позиций здесь и оставляем позицию до вот этих, собственно говоря, областей, где прикроем остальную часть. Следующий момент. Если рынок найдет сейчас некую поддержку, попилит еще несколько дней, то есть будет находиться вот в таком неком флетовом коридоре и начнет движение наверх, вполне вероятно, движение будет неволотивное, если не будет никаких новостных событий. Я делаю поправку, если не будет никаких новостных событий, поскольку сейчас данный инструмент, он очень манипулятивен именно фундаментальными параметрами. Здесь вот технические параметры сейчас работают очень слабо. В основном работают именно фундаментальные параметры. Будем ждать небольшого отката к этой области и дальнейшего волатильного движения вверх. Я думаю, что даже выше уровня 62.09, где-то ближе к уровню 64. Давайте посмотрим, что там у нас есть в принципе. Вот это у нас есть точка, это область 63.80. Давайте я поставлю область 64, чтобы было проще в дальнейшем считать свои позиции, тем более, что здесь до уровня 64 достаточно немного по количеству пунктов. Так или иначе, сейчас рынок имеет очень серьезную флетовую вероятность, то есть рынок может уйти во флет. Нет, опять-таки, это с одной стороны плохо, с другой стороны хорошо. Плохо, потому что будет накапливаться позиция. У нас будут вот эти люди выходить из позиции, которые здесь непосредственно купили данный инструмент. Хорошо, это то, что после этого будет достаточно серьезное движение. Но все же сверху мы видим явное отвержение данных областей. Мы видим, что рынок явно, банально, кто-то наверху вот здесь вот толкнул вниз. Более того, мы видим резкое волатильное движение вниз против вот этого гэпа достаточно серьезного. И здесь огромная вероятность дальнейшего движения вниз. Поэтому, если пробиваем данную область, я думаю, что не грех будет здесь и продать. А покупать будем с осторожностью, если мы будем двигаться вот подобным образом. Причем, будьте уверены, скорее всего, нефть удивит всех. Вот нефть техников, вот я сейчас говорю технический анализ своего рода, нефть техников всех удивит. Это в этом будьте более чем уверены. Я более чем уверен, что мой анализ сейчас нефти, он сломается. Выйдут какие-нибудь новостные параметры 100%, поскольку вот этим людям, им нужно зафиксировать свои позиции. Поэтому торгуйте нефтью, ради бога, но делайте очень-очень осторожно. Она сейчас очень сильно манипулируется со стороны новостных параметров. И это нужно учитывать в своей торговле, на мой взгляд. Приходим к SP500. На уровне 30-20 здесь есть достаточно мощный продавец инструмента. Причем достаточно серьезный. Обратите внимание, как этот уровень достаточно серьезно защищается. Рынок после этого резко падает вниз. Он раз подошел до сюда, второй раз подошел до сюда, третий раз. И вот все, он падает, 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 падает. Здесь нет такого момента, что рынок как бы накапливает позицию для того, чтобы пробить данную область и захватить новые максимальные точки. Пока подобного не происходит. Если бы подобное происходило, обычно рынок делает небольшое флетовое накопление на уровне. Ну, то есть вы бы видели вот примерно подобное. В принципе, что и сейчас вы видите, но немножко в большем масштабе. То есть рынок вот так вот бы пилил-пилил уровня и в дальнейшем, ба-бах, вот так вот бы волатильно пробил данную область. Пока подобного нет. Тем не менее, у нас есть некоторые диапазон C29.77 и C30.23. И рынок может вполне находиться вот примерно в аналогичной пиле, да, только уже вот здесь. Что он сейчас и делает по большому счету. Но если вы обратите внимание, разница между вот этой пилой и вот этой пилой в ее волатильности. Если раньше мы имели более-менее слабо волатильный рынок, прошу прощения, то сейчас рынок достаточно волатилен. Плюс у нас здесь есть такие достаточно серьезные выносы. У нас появляются вот такие хвосты, у нас появляется движение на объеме. Плюс также влияют новостные параметры. Соединенные Штаты опять собираются делать определенную заворушку военную. И это, в общем-то, в какой-то мере влияет на рынок. Также нужно учитывать тот момент, что мы пришли снизу и сейчас находимся на самых максимальных точках. Именно по этой причине все-таки вероятность дальнейшего пробоя есть, но не сразу. То есть рынок должен немножко еще, я думаю, попилить, попилить. Вот в этих областях, да, походить вот таким макаром. После этого вполне вероятно рынок пробьет данную область 30, 23, 8. И пойдет дальнейшее движение наверх в сторону пробоя новых максимумов. Все-таки это американский рынок акций. Откуда у меня здесь, собственно говоря, уровни понятия не имеют. Скорее всего, с другого инструмента. То есть, пожалуйста, услышьте меня. Я говорю, что у нас есть большой потенциал движения наверх, но не сразу. То есть рынок должен немножко попилить. Он должен накопить определенную позицию, чтобы пробить крупного продавца данного инструмента. Все это происходит не сразу. Это достаточно длительные процессы. Более того, если рынок все-таки пробьет область 29,77, постараемся продать, но с огромной осторожностью до ближайших минимальных точек. То есть до ближайшей точки 29, 29,1. То есть до этих областей ниже я бы не рассматривал данный инструмент. Все-таки это SP500. И нужно иметь в виду, что он хоть сейчас и находится в достаточно перегретом виде, еще нет предпосылок, чтобы рынок свалился вот такими, собственно говоря, свечами вниз. Нет таких предпосылок. Пока еще нет. Будем надеяться, что все-таки они появятся, поскольку на этом можно будет неплохо заработать. Поэтому, если будете продавать, продавайте от 29,77,9 до уровня 29,29,1. Понятное дело, что все равно часть прикройте, прикройте часть позиции вот здесь. Вот здесь прикройте часть позиции и перенесите свои позиции уже в безубыточную область. Ну, я имею в виду свои стопы. И сидите дальше, кукуйте в рынке. По крайней мере, на этом вы сможете немножко заработать и получить хоть какой-то, я не знаю, гонорар. Еще раз услышите мне. Ради бога, продавайте. Я просто читаю форумы, и тут на форумах все настроены негативно, все настроены на продажу. Ради бога, продавайте. Продавайте сколько вы хотите. Хоть на всю маржу встаньте, но имейте в виду, если будете продавать, имейте в виду, что продавайте до уровня 29,29,1. При этом часть позиции закройте на уровне 29,60 и перенесите свои стопы в безубыточную область. Поскольку в рынке нет еще предпосылок для серьезного такого глобального масштабного падения. Нет еще таких предпосылок. Возможно, появятся какие-то новостные параметры. Вполне вероятно. Но пока еще подобного не произошло. Поэтому имейте это в виду. Более того, если вы обратите внимание, мы здесь имеем достаточно серьезные тени свечей на огромном повышенном объеме. В СА анализе это называется останавливающий объем. То есть это объем, который останавливает рынок. И он всегда указывает на наличие достаточно крупного продавца либо покупателя. В данном конкретном случае покупателя данного инструмента. Поэтому, разумеется, здесь у нас засел достаточно крупный покупатель. А сверху у нас засел достаточно крупный продавец. Вот они теперь друг друга выносят. В зависимости от того, кто кого вынесет, будет, разумеется, тот или иной сценарий, можно так сказать. Я все-таки больше настроен на позитивный сценарий. Если мы говорим о торговле сейчас, что вам делать? Вот как вот сейчас вам поторговать? Ну, как видите, рынок сейчас находится в достаточно узком диапазоне. Здесь особо не поторгуешь. Поэтому дожидайтесь вот этих областей 30-23, либо 29-77. До этих областей постарайтесь не принимать ключевых решений. Да, здесь есть большой запас хода. Но понимаете, в чем здесь фишка? Вполне вероятно, что вы сейчас зайдете в позицию, попытаясь поторговать этот инструмент на три дня. И вы банально в ней зависнете. Вы мало того, что всю маржу туда запустите, поскольку инструмент достаточно дорогой. Помимо этого, рынок будет находиться в таком узком диапазоне. Вот здесь, внимание, вопрос. Оно вам надо? При этом рынок сейчас находится в таком серединном диапазоне. Если уж делать какие-то сделки, уже делайте от нижней, либо от верхней границы. Ну, как-то так. В общем, такой был анализ. Я очень рад, что вам понравился данный формат. Пишите, какие инструменты вы хотите, чтобы я рассмотрел еще раз. Удачи вам, зарабатывайте!